Здравствуйте! Выполняю свое обещание выложить рецепт амарантовых булочек для бургеров из теста на закваске. Пшеничная закваска опара на ржаном стартере созревала у меня 8 часов. Как приготовить такую закваску опару вы можете прочитать в описании под видео. В дежуте стомеса, если вы мешаете тесто в миксере или в миску, если вы мешаете тесто вручную, выкладываем закваску опару добавляем молоко комнатной температуры, добавляем куриное яйцо, добавляем сахар, соль, растопленное чуть теплое сливочное масло. Выкладываем просеянную белую пшеничную муку, а затем амарантовую муку. Вымешиваем тесто в тестомесе 5 минут на второй скорости. Вручную вымешиваем тесто в 2-3 раза дольше. Правильно вымешанное тесто должно быть очень мягким, эластичным. Оно очень приятное на ощупь и совершенно не липнет к рукам. Тесто округляем, подтягивая его края вниз к середине. Выкладываем в миску, смазанную растительным маслом. Тесто накрываем, чтобы оно не заветривалось и оставляем на первой расстойке при комнатной температуре на 3 или 4 часа. Во время расстойки тесто должно увеличиться в объеме раза в 3. Выкладываем тесто на рабочую поверхность, немного присыпанную мукой. Соберем края теста к середине, перевернем его швом вниз и придадим ему круглую форму. Разделим тесто на 8 равных частей. Я это сделаю на глаз, вы же можете воспользоваться весами. При необходимости посыпайте тесто мукой, чтобы оно не слипалось. Каждую часть теста округляем, придаем ей форму шариком. Это заготовки наших будущих булочек. Теперь каждую заготовку нам нужно еще немного подкатать, чтобы придать им более круглую форму и сгладить все неровности на поверхности. Выкладываем заготовки на противень, покрытый пергаментом. Если нет пергамента, просто смажьте противень растительным маслом. Заготовки нужно выкладывать на некотором расстоянии друг от друга, поскольку они будут еще подрастать в объеме и во время расстойки и во время выпечки. Накрываем заготовки, чтобы они не покрывались корочкой и оставим на второй окончательной расстойке на 1 час. После расстойки заготовки должны увеличиться в объеме раза в полтора. Перед выпечкой смазываем наши булочки яйцом, взбитым с небольшим количеством воды. Посыпаем сверху кунжутом, можно просто белым, можно черным, можно смешанным. Выпекать булочки будем в разогретой духовке до 200 градусов по Цельсию, примерно 15-18 минут до золотистого цвета. Вот так наша булочка для бургера выглядит в разрезе с правильным мелкопористым мякишем. Сама булочка очень мягкая, очень ароматная. Я пеку эти булочки первый раз и все еще сама нахожусь под впечатлением от их совершенства. А это уже чизбургеры, которые мы сделали из наших булочек. И уверяю вас, вкус этих чизбургеров не сравним ни с одним фастфудом. Приятного аппетита! Всем удачи!